Сергей канал голодный мужчина привет вам из 2021 скоро наступит новый год и я знаю что всем вам нужно коронное блюдо на новогодний стол есть такое у нас сегодня покажем это кордон блю да мы уже готовили один в 2015 блин столько лет прошло да мы решили переснять одно из лучших блюд гм и у нас на это есть две причины первая и вторая поехали и так для шести рулетиков этого вполне хватит на новогодний стол каждую колешку значит режем пополам впродоль затем на стол пленку на пленку воду на воду филе шку снова воду и снова пленку и весь этот бутерброд начинаем нежно отбивать специальным молоточком для мяса а если его нет подойдет и обычный молоток но не переусердствуйте аккуратно отбиваем до состояния плоской медузы в этом вам кстати может помочь и обычный сотейник ну в конце процесса все филешки оставляем в пленке конечно вместо нее лучше использовать что-нибудь экологичное если у вас вдруг есть какие варианты пишите в комментариях с удовольствием почитаем а пока филешки перекидываем на тарелку и в холодильник ровно до того момента пока не подготовим начинку и вот она то как раз самое важное в рецепте то что придаст блюду изысканность вкуса и как говорит моя бабуля благородство я не шучу когда я впервые приготовил это блюдо эпитеты нежное и благородное звучали именно от нее а уж она то в еде разбирается можете мне поверить ну на то она и бабуля верно так вот несмотря на то что мы готовим по сути рулетики из курицы основной вкус все же будет внутри все кто готовил версию 1.0 не дадут соврать начинка должна быть идеальной поэтому выбирайте самую лучшую внутрь можно добавить шейку балык что-нибудь сырокопченое будет идеально по велкам есть отличная нарезка где собрана сортира различных вкусов в одной упаковке таким образом вы можете сделать различные кордон блю с разными вкусами супер кому из домашних какой попадется сюрприз люблю такое но вернемся к начинке вместе с мясушком нам да и вам похоже понадобится сыр я использую плавленый кусочках с ним меньше всего возни да и вообще люблю его можете конечно нарезать и обычные тонкими полосками но у кого сейчас есть время столько нужно успеть все же разживем в качестве панировки будем использовать сухари муку яйца и воду классическая смесь ну а насчет сухарей мы сделали свои быстро вкусно и никакой магазинной прелости как и приготовить дома смотрите по ссылке в описании работы там от силы на одну две минуты а результат превзойдет все ваши ожидания яйца значит разбиваем в тарелку взбиваем вместе с ложкой воды щепатью соли и конечно из мчп с мчп можно побольше это и вкусно и полезно ваших внутренних друзей погоняет в другой тарелке будет мука третий ваши фирменные домашние сухари ну и процесс пошел достаем курицу из холодильника смазываем горчицей только не острой битте смчп солим и кладем сверху пару кусочков мяса но поскольку это новый год добавим еще один начну с шейки от вилком плюс в том что у шейки очень тонкий пикантный вкус и аромат далее на мясо идет сыр тот самый кусочками ну и все можно заворачивать сначала с двух сторон на например сверху снизу а затем с помощью пленки справа налево ну или слева направо тут уж как вам приятней чистая психология рулетик обмакиваем муку хорошенько лишнее стряхиваем затем перекидываем яичную смесь покупаем его там слегка ну и в сухари тут уж не жлобитесь пусть налипнет побольше ну и снова в ту самую пленку удобно и если не хотим готовить сразу либо же есть немножко времени чтобы все схватилось кидайте этот рулет в морозилку чего я вам собственно и советую а чё наделали заготовок когда у вас есть время а за 30 минут до праздничного стола достали рулетики скидывайте на сковороду конечно разогретую конечно с растительным маслом можно еще и со сливочным ну так вкуснее будет обжарьте со всех сторон с четырех то бишь ну не знаю минутка другая но золотистой корочки ну а затем в этой же сковороде если позволяет в духовку на 12 минут ну либо же какую-нибудь жаропрочную форму духовка предварительно разумеется разогрета до 220 градусов цельсия как время истечет там же рулетики можно и оставить после приготовления ну чтобы не остыли до подачи зато потом отрезаете острым ножом кусочек карданблю но только не сразу как мы напополам это чтобы вам просто серединку показать не будьте такими жадными нарезайте на кусочки толщиной примерно один полтора сантиметра ну и наслаждайтесь изысканным вкусом и сочетанием курочки копченостей и сыра мне кажется слова тут излишне правда код знаете карданблю настолько полноценное и вкусное блюдо само по себе что мне кажется вам больше даже ничего готовить не придется серьезно заготовьте карданблю мандаринки апельсинки и что-нибудь игристое голодными точно не останетесь особенно учитывая традиционное наличие салатиков аля невеста и любовница и прочих женщин разного социального положения с наступающим новым годом всех и пусть в новом году мандаринки апельсинки будут не только на прилавках магазинов но и за окном увидимся на гем и 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